Привет, мои хорошие! Как у вас дела? Меня зовут Кристина, и вы часто спрашиваете, как мне удается все успевать. Поэтому сегодня я захотела поделиться с вами некоторыми правилами и секретами, как я начинаю свое утро. Ну а если ты хочешь продолжения этого видео, то обязательно ставь свой пальчик вверх. И когда мы соберем 20 тысяч лайков, я буду знать, что вам это интересно. А в своем инстаграме я часто делюсь своим питанием, книгами, которые читаю, и просто стараюсь вдохновлять вас каждый день. Так что если ты еще не в нашей инстаграме, то обязательно присоединяйся. Мы ждем тебя. Ну а мы идем начинать наше утро вместе. Самый продуктивный день начинается в 5 утра. Конечно же, это не обязывает вас вставать так каждый день, но несколько раз в неделю такие подъемы могут дать крутой прогресс в любом деле. Стакан воды натощак, чтобы запустить организм и дать ему понять, что пора просыпаться. По моим наблюдениям, такая привычка также делает кожу намного чище. Параллельно откладываю все гаджеты до 10 утра, чтобы не утонуть в потоке бесконечной информации и дать себе сфокусироваться на важных вещах. И, конечно же, заправляю кровать. Лично меня эта привычка мотивирует как минимум просто туда не вернуться и не продолжить спать. Возьмите себя за правило перед сном открывать окно на проветривание. Так сон становится намного крепче и вы чувствуете себя по-настоящему отдохнувшим. Утренняя пробежка как главный ключ к хорошему дню. Зачастую я просто делаю кардиоупражнения, чтобы окончательно пробудить организм и просто настраиваюсь на новый день. Контрастный душ. Если хотите выброс эндорфинов с утра пораньше, это привычка для нас с вами. Помимо этого я также делаю минимальный уход за кожей лица и тела. Очищаю и увлажняю. Моя любимая часть – привычка вкусно завтракать. Прекрасная возможность задать правильный настрой на целый день. Кстати, дайте мне знать, если вы хотите видео с моими любимыми завтраками. Еще одна важная привычка – смена пижамы. Даже если вы планируете весь день находиться дома. Это неплохо помогает включиться в работу и выйти из спящего режима. И напоследок – планирование. Я организовываю свой день, делаю заметки и проверяю дедлайны по учебе, чтобы потом не делать все в самый последний момент. Что ж, мои хорошие, надеюсь, вам понравилось это видео. И если вы хотите увидеть продолжение, то вы знаете, что делать. А я все еще также жду вас в нашей инстасине. Ну а здесь мы увидимся очень и очень скоро. Пока-пока!